Доброе утро, Якутия! На календаре 20 ноября, понедельник. День тяжелый, но вместе с нами он станет намного лучше. Начинайте утро вместе с нами на Якутия 24, НВК Саха. С вами Вероника Тамтосова и в ближайший час я поделюсь хорошими новостями за прошедшие выходные. Расскажу о том, какие сегодня знаменательные даты. Дам несколько советов вместе с нашими коллегами. И, конечно, расскажу о том, что в этом году у нас 50 лет празднует замечательная общественная детская организация. Какая, узнаете чуть позже. Ну, а в гостях у нас сегодня в честь Международного дня педиатра прекрасный специалист, который также поделится с вами замечательными советами, особенно это касается молодых родителей. Ну, а чтобы собраться в новый день, в новую рабочую неделю, нужно решить, что одеть. А чтобы это сделать лучше, что нужно, конечно, узнать, какая погода сегодня. Итак, немного о погоде. В 6 утра в центральных районах температура воздуха составила минус 24, минус 16 градусов. В Заречной группе районов минус 33, минус 21 градус. В Южинах тепло минус 8, минус 6. В Вилюйской группе от минус 11 до минус 2. В Нижнеленских минус 21, минус 20 градусов. В Западных совсем хорошо. Минус 7, плюс 2 градуса тепла. В Колымо-Индигирской группе улусов минус 39, минус 30. В Янских также похолодало минус 42, минус 32 градуса. На Северо-Западе минус 36, минус 31. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха составила минус 24 градуса. Одевайтесь теплее. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. Ветер северный 1 метр в секунду. Сегодня днем в Якутске преимущественно без осадков. Ветер южный 1,6 метра в секунду. Температура воздуха составит минус 20, минус 18 градусов. Ну а прямо сейчас спешим поделиться самыми последними новостями. Просыпайтесь вместе с нами и с нашими коллегами из новостного отдела. Доброе утро, коллеги. Доброе утро, Якутия. Далее блок новостей. С января по октябрь дефицит федерального бюджета сократился более чем в два раза. Таким образом, сегодня он составляет всего 0,7% ВВП, следует из предварительных данных Минфина. В министерстве связывают это с положительной динамикой нефтегазовых доходов. Динамика крупнейших нефтегазовых доходов федерального бюджета остается в устойчиво положительной области, в том числе к уровню 2021 года, как менее подверженному статистическим эффектам базы, подчеркнули в ведомстве. Отмечается, что бюджет поддержали налоговые поступления от бизнеса и населения. А в конце года крупные предприятия заплатят единовременный налог на сверхприбыль. Якутия и еще 20 регионов России включены в перечень территории северного завоза, который утвердило правительство страны. Как сообщают в Кабмине, подписано постановление, наделяющее Минвостокразвитие полномочиями по осуществлению функции федерального координатора северного завоза. Напомним, летом этого года был принят закон, который направлен на создание правовых и организационных основ северного завоза. Он вступит в силу с апреля, однако готовиться к предстоящему сезону необходимо уже сейчас, подчеркивал ранее премьер Михаил Мишустин. Переселение граждан из аварийного жилья проходит в ускоренном темпе. На совещании о ходе строительства объектов по республиканской адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2019-2025 годы первый вице-премьер Якутии обсудил с руководителями строительных предприятий, которые имеют отставание от графика строительства многоквартирных домов для граждан, переселяемых из аварийного жилья, причины срыва сроков и возникающие из-за этого риски в будущем. Данные компании должны обеспечить вот 338 квартир площадью более 17 тысяч квадратных метров в семи муниципальных районах республики. Это трудный путь, но мы сейчас, как говорится, провели первый раунд разговора для того, чтобы они поняли, что мы требуем. Сегодня мы требуем это выполнение контрактных условий, что они говорят, что это невыполнимо. Но мы предложили, чтобы они нам сами предложили пути выхода, от которого мы будем уже принимать решение. Географический диктант впервые написали на уникальной площадке «Царствие вечной мерзлоты». Пять лауреатов Всероссийской Олимпиады школьников по географии разных лет вместе с председателем отделения РГО в Якутии Александром Гороховым и организатором диктанта в республике Михаилом Чаросовым написали диктант при минус 8, минус 10 градусах Цельсия на площадке туристического комплекса «Царство вечной мерзлоты». Всего в Якутии сегодня открылась 531 площадка географического диктанта во всех 36 муниципальных районах. Больше всего площадок в городе Якутске, Мирненском районе и Уссалданском улусе. Диктант он приходит у нас каждый год. И чтобы принести какую-то изюминку, чтобы народ привлечь на эти площадки, написать диктант, в первую очередь не только проверить свои знания, но и узнать что-то новое. Потому что вопросы они всегда очень интересного формата. Поэтому когда человек приходит, он не только проверяет свои знания, он еще и узнает. Он может после диктанта прийти домой, проверить, действительно ли этот интересный факт о России, он правдив. Именно в таком ключе, чтобы привлечь внимание как можно большего количества человек, принимать участие в диктанте. Цены на новогодние туры поднимутся на 10-15% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. Цены на новогодние туры подросли, но неожиданным это повышение назвать нельзя. Отели уже в прошлом январе проинформировали о ценах на весь год и на новогодние праздники. Среднее удорожание за туры по регионам будет в районе 10-15% в пределах среднеотраслевой инфляции, сказал Ромашкин. Россияне предпочитают на Новый год отправляться в близкие и короткие поездки, отметил эксперт. Именно такие туры самые востребованные. Грузовой корабль «Прогресс МС-25» доставит российским космонавтам на Международную космическую станцию подарки от родных и близких к Новому году. По словам службы психологической поддержки российского экипажа, в подарочные мешочки вложены брелоки с драконами и сладости. Для командира российского отряда Олега Каноненко отправлен большой мешок с конфетами, сделанными персонально для него. Отмечается, что запуск корабля «Прогресс МС-25» с подарками для космонавтов запланирован на 1 декабря этого года. Сегодня у нас Международный день педиатра, а также множество интересных событий. Еще раз всем доброго утра. Давайте начинать эту неделю с прекрасных событий, о которых узнаем из нашей постоянной рубрики. Сегодня отмечают Всемирный день ребенка, День педиатра, День работника транспорта в России. По народному календарю Федотов день. Обычно на Федотов день на Руси женщины начинали прясть. При этом перед началом такой работы полагалось обязательно помолиться святому Федоту о помощи, ведь его считали покровителем рукодельниц. По погоде на Федота принято было судить о будущем урожае. К примеру, если в этот день вставал грудами лед на реках, а на дорогах появлялись снежные кочки, то ожидать следовало хлебного лета. Это день в истории. В 1805 году впервые прозвучала единственная опера Людвига ван Бетховена «Фиделио». В 1864 году принятие судебных уставов Российской империи, давших старт судебной реформе 1864 года и системе суда присяжных в России. 1935 год. Летчик-испытатель Петр Михайлович Стефановский в рамках проекта «Звено» впервые в мире поднял в воздух тяжелый бомбардировщик ТБ-3 с пятью закрепленными на нем истребителями. 1945 – начало Нюрнбергского процесса, суда над военными преступниками Третьего рейха. 1979 год. Впервые больному переливается искусственная кровь. В этот день родились в 1480 году Фернан Магеллан – португальский, испанский, мореплаватель, исследователь. В 1828 – Лев Толстой – русский писатель, публицист, классик мировой литературы. В 1829 – Антон Рубинштейн – российский композитор, основатель Первой русской консерватории. В 1925 году родилась Майя Плесецкая – советская и российская балерина, народная артистка СССР. В 1946 году появился на свет патриарх Кирилл. Именины сегодня отмечают Валерий, Василий, Вениамин, Георгий, Евгений, Иван, Кирилл, Константин, Михаил, Николай, Павел, а также Сергей, Федор и Елизавета. 20 ноября Международный день педиатра – это прекрасные врачи, которые заботятся о самых маленьких наших детках, о нашем будущем. И сегодня у нас в гостях специалист, замечательная девушка Александра Слепцова. Александра, здравствуйте, спасибо, что пришли. Поздравляем с профессиональным праздником. Спасибо. Ну и, конечно, первый вопрос. Вообще выбрать профессию врача – это очень сложно. А выбрать профессию врача и работать с маленькими пациентами, которые даже не могут рассказать, что у них болит, это еще сложнее. Как же вы очутились в этой прекрасной профессии? Спасибо за поздравления. Доброе утро, студия. Доброе утро, телезрители. В профессию врача я пришла осознанно. То есть с 8 класса я уже знала, какие экзамены буду сдавать, чтобы поступить в медицинский институт. А вот врачом, именно педиатром я стала случайно, потому что я хотела стать стоматологом, и жизнь распорядилась иначе. И в первую очередь, куда поступила, туда и оригиналы все документы сдала. И вот по сей день ни капельки не жалею, что стала именно педиатром, а не стоматологом, потому что делать больно я бы не смогла, даже этого блага. Ну здорово, что вы так осознанно пришли в профессию. Наверное, многие сейчас задумаются, что же им сдавать, особенно наши молодые телезрители и их родители. Ну, расскажите, пожалуйста, быть педиатром это очень ответственно, ведь наше будущее. Вот какие советы вы дадите нашим молодым родителям? На что обратить в первую очередь внимание при мыслях о здоровье ребенка? Когда нужно бежать к педиатру? Когда можно немножко успокоиться? Потому что первый ребенок-то всегда волнительный. Как правило, молодые родители допускают больше всего ошибок. Сейчас современные мамы очень активные, и это, конечно, очень хорошо. Сразу в декрете они начинают учиться, работать и по дому постоянно что-то делать. Я бы посоветовала максимально быть ближе к ребенку в первые годы жизни, потому что это время уже безвозвратное. И время скоротечное, когда малыш только-только начинает улыбаться, делать первые шаги, сидеть, разговаривать. Вот эти моменты уже безвозвратные, и посоветовала бы максимально быть с малышом. То есть быть менее, может быть, активной, зато больше времени уделить именно малышу. Да, хорошо. Вот скажите, пожалуйста, часто задают такой вопрос, наверное, вам, сколько, как часто ребенок болеет, что это нормально? То есть два раза в год, три раза, потому что беспокойство, каждая болезнь вызывает огромное у родителей. Ну, в принципе, формирование иммунитета, это же нормально? Да, ну, в первую очередь тут надо осознать, что неболеющего ребенка нет. Самые частые это у нас острые респираторные вирусные инфекции, ОРВИ, отиты, конъюнктивиты, анемии, лечение которых назначает врач-педиатр после осмотра ребенка, после лабораторных исследований и после сбора анамнеза. Ошибки, которые родители совершают, это сами начинают лечить ребенка, думая, что в прошлый раз врач назначил, вот это же лечение поможет. Это глубоко не так. И еще ошибка, когда родители начинают сразу лечить ребенка антибиотиками. Ну, то есть самолечением лучше не заниматься, и уже с первого момента, когда вы осознали, что ребенок заболел, сразу обращаемся к специалисту. Да. Еще есть вот такая ошибка, что когда врач назначает антибиотики, они ее не дают и доводят детей до госпитализации. Надо слышать все равно и довериться к своему врачу. Ну, то есть вот эти все новые веяния, которые говорят, там, лечитесь народными средствами, не давайте антибиотикам, лучше все-таки к этому с осторожностью относиться и консультироваться со специалистом. Да, сразу обращаться, наверное. Ну, очень интересно. Самый интересный случай, который у вас был связан именно с профессией? Что запомнилось? Может быть, в первые годы работы? Может быть, просто вот самый запоминающийся? Ну, таких моментов, конечно, очень много, так как я работала в районе, там вот после института сразу как будто все умеешь, тебя и в поликлинике садят, и в стационар, и можешь даже роды принять. Вот такие вот все нюансы проходишь именно в районе. То есть вы прошли крещение боем в районе? Я знаю, что вы участвовали в программе «Земский доктор». Расскажите, пожалуйста, почему вы решили поучаствовать в программе? Ну, понятно, что уже по такому сступлению, что огромный опыт вы приобрели, а что вообще эта программа из себя представляет? Ага, программа «Земский доктор» позволяет молодым специалистам, которые переехали в сельскую местность, получить выплату до 2 миллиона рублей. Это сейчас, а в мое время было до 1 миллиона рублей. Ага, мы знали, мы студенты-медики уже знали уже на 4-5 курсе, что есть такая программа от преподавателей, от знакомых, да. И на 6 курсе все студенты-медики проходят распределение, где вот студенты должны уже предварительно знать, куда они устроятся после окончания института. И я как патриот своего Алёкминского района вышла на главврача и узнала, какие условия предоставляют молодым специалистам. В моем случае была вакантная ставка именно в городе Алёкминске, это центр Алёкминского района, куда я поехала с семьей и отработала 5 лет. Ну, то есть, вы не жалеете, я так понимаю, что сделать такой выбор. Хорошо. Что вы, как на путь, скажете молодым специалистам, которые только задумываются о том, что воспользоваться этой программой? Не бояться и не думать, что это очень долго, это очень быстро проходит, и оглянуться не успеете, что уже 5 лет прошло. Некоторые даже остаются там навсегда. Огромное спасибо, что пришли, очень приятно было видеть вас у нас в студии, поздравляем с профессиональным праздником. Давайте пару слов своим коллегам в честь такого события, ну и, конечно, рекомендацию кратко нашим молодым родителям. Пользуясь случаем, хочу поздравить своих коллег, всех педиатров с профессиональным праздником. Ведь врач, детский врач, это тот человек, который работает во благо здоровой нации. И желаю всем крепкого здоровья, карьерного роста, оптимизма. Ну, здоровья главное, берегите себя. Спасибо большое, Александра. Спасибо, что пришли. До новых встреч и новых профессиональных успехов. Спасибо. Ну вот, мы получили замечательные рекомендации от нашего врача-педиатра. Прислушайтесь обязательно. Ну, а сейчас мы послушаем, что же рекомендуют нам на сегодня звезды. Овны. На этой неделе овны будут чувствовать себя немного уставшими и раздраженными. Постарайтесь избегать конфликтов и не принимайте близко к сердцу негативные эмоции других людей. На выходных у вас будет возможность отдохнуть и насладиться приятными моментами с близкими людьми. Тельцы. Неделя у тельцов будет довольно напряженной, но вы справитесь со всеми трудностями и благодаря своей настойчивости и умению находить компромиссы. В выходные дни вы сможете отдохнуть и расслабиться, наслаждаясь общением с друзьями и семьей. Близнецы. Эта неделя для близнецов будет полна неожиданностей и сюрпризов. Не забывайте о своих целях и задачах. Старайтесь не отвлекаться на мелочи и не сдавайтесь при первых трудностях. На выходных вы можете провести время с любимыми людьми или отправиться в путешествие. Раки. В начале недели раки будут сталкиваться с некоторыми трудностями, но не отчаивайтесь, все проблемы решаемы. На выходных вам стоит уделить время своим близким и провести время в приятной компании. Львы. Начало недели у львов будет довольно сложным, но не стоит унывать, постепенно все наладится. На выходных уделяйте больше времени своим увлечениям и хобби. Девы. Девам не стоит забывать о своих обязанностях и ответственности. На выходных вас ждет много приятных сюрпризов от близких людей. Весы. На этой неделе весов может ожидать много интересных знакомств и новых возможностей. На выходных стоит уделить время себе и своему здоровью. Скорпионы. На работе у скорпионов могут возникнуть проблемы, но не переживайте, все решаемо. На выходных проведите время с близкими и друзьями. Стрельцы. Стрельцов ждет много новых возможностей и интересных проектов. На выходных не забывайте о своем здоровье и отдыхе. Козероги. Козерогам стоит быть более внимательными к своим близким людям. На выходных можно отправиться в небольшое путешествие. Водолеи. На этой неделе водолеям нужно быть готовыми к новым вызовам и трудностям. На выходных лучше провести время с семьей и с друзьями. Рыбы. Рыбы могут столкнуться с некоторыми проблемами на работе, но не спешите сдаваться. Все можно решить. На выходных отдохните и насладитесь общением с близкими людьми. Всем доброго утра, хорошего настроения. С вами программа «Утро Якутии». Итак, небольшой лайфхак. Как же просыпаться? В этом поможет замечательный фрукт. При этом есть его совершенно не обязательно. Нужно нарезать дольками лимон. Да, кажется, что кисло. А на самом деле, если вы поставите его возле кровати, то и засыпать, и просыпаться будет просто замечательно. Будете чувствовать бодрость, хорошее настроение. Ну и так, вот такой вот замечательный скислый лайфхак. И есть еще один способ отличного настроения с утра. Нужно просыпаться под солнышко. Ну, так как зимой солнца у нас мало, нужно, чтобы горел яркий свет. Да, то есть зажигаем свет поярче, и организм просыпается, ощущая, что сейчас у нас утро, что сейчас бодрость. Ну и, конечно, еще один лайфхак – это начинать утро вместе с нами. Вот такое ароматное утро у вас будет. Ну, а у нас далее интересный сюжет о том, какие ароматы способствуют не только крепкому сну и хорошему настроению, но вообще хорошему пробуждению и жизни. Всем привет! Хотелось бы, как всегда, пожелать доброго утра всем, но, к сожалению, утро не всегда бывает добрым, особенно для тех людей, которые страдают бессонницей. И, конечно, и в этом случае нам могут помочь аромамасла. И первое всегда на ум приходит такое аромамасло, как лаванда. Лаванда имеет очень приятный, натуральный, холодный и свежий аромат. Часто бывают соли для ванн, пенные, что-то детское. Также аромат, который оказывает успокаивающее и снотворное действие – это мелиса. Мелиса – это лимонная мята. И пахнет этот аромат очень мягко и нежно. Третий аромат, который может спасти вас от бессонницы – это мята. Но сразу возникает вопрос, куда же наносить эти ароматы перед сном. В этом нам могут помочь аромасаше. Их очень легко сделать самостоятельно дома. Для этого вам понадобится мешочек из натурального материала, такого как лен или хлопок. Этот мешочек можно наполнить всем, что хорошо впитывает ароматы. Например, морская соль, разные сухие травы, сухие лепестки цветов, кора деревьев или даже просто маленькие кусочки синтепона. Вы кладете этот наполнитель в мешочек, добавляете несколько капель масла, завязываете его и кладете возле своей кровати на прикроватную тумбочку или под подушку. Еще один вариант аромасаше можно сделать из воска. Вы можете купить натуральный соевый или кокосовый воск, расплавить его на водяной бане, постывший, но еще жидкий воск добавить несколько капель ароматического масла. И потом залить его в форму или сделать из этого саше свечку, которую вы будете зажигать. И если вы будете использовать деревянный фитиль, то еще и вас будет встречать такой приятный треск, как будто вы сидите у камина. Итак, ароматы для крепкого сна это мелисса, лаванда, мята. Желаем вам всем крепкого сна, тогда и ваше каждое утро будет добрым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Жители Центральной Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Вырос спрос А.Кулакова Корректор 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 А.Кулакова Давайте посмотрим. Здесь у меня таежная история. Вот здесь у меня елочки таежные и след волка. Здесь шапочка алмазная история. Шапочки со своей историей. Яркие вещи из жаккарда Ольга Иванова вяжет для себя, друзей и знакомых. Подбирает цвета индивидуально для каждого. Вязальщица уверена, такие шапочки создают настроение и украшают мир. Каждый желающий может научиться этому делу. Я, например, брала мастер-классы в просторах интернета. Там очень много и платных, и бесплатных мастер-классов. А научилась вязать недавно. Причиной стала любовь к ярким шапочкам. Сегодня в гардеробе их больше десяти. Каждый год жительница мирного дарит изделия друзьям и знакомым. Вот, например, такая шапочка от знаменитого бренда. Они начинаются от трех с половиной тысяч. Это для меня, конечно, дорого, но цена и качество вообще не отвечают. Они быстро катышатся. Поэтому я решила вязать сама, чтобы осуществлять свои задумки. Так появилась перуанская шапка. Комплекты для всей семьи. Ручную работу оценили знакомые. Уже поступают заказы от гаража. А вот Дарья Моисеева увлекается вязанием несколько лет. Создает головные уборы, варежки, верхнюю одежду на заказ. Вещу пользуются спросом. Особенно осенью и зимой. Вяжет и мягкие игрушки для самых маленьких. Каждая петелька соответствует определенному цвету на схеме. И дальше уже вяжу, чередую, согласно этому узору делаю прибавки. Дарья Моисеева колдует над очередной работой. Во время вязания представляет, каким будет результат. Это ей дает стимул закончить быстрее. Вяжу я вот джакардовую кофту. Они называются лапопейсы. Когда рисунок идет от кокетки, расширяясь по кругу. Начала с Кристины, да, с вяжем. Вообще планирую всей семье. Опытная вязальщица советует не экономить на пряже. Мереносовая шерсть, или ангора, допустим, что-то. Или смесовки, да, какие-то. Турецкие производители. Сейчас российский производитель. Пихорка тоже очень много хорошей пряжи. Чем качественнее пряжа, тем дольше прослужат вам изделия. Вязаные вещи актуальны всегда. Главное подбирать подходящий фасон и цвета, уверены вязальщицы. В эксклюзивных зимних шапках теперь ходим и мы. Ивана Филиппова, Александр Еремин, медиакомпания «Алмазный край». Какие теплые, замечательные подарки можно сделать. У нас вообще столько мастериц. И еще одним прекрасным подарком для взрослых и детей станут уникальные куклы. Жительница села Техтюр, Хангаласского уста Татьяна Лыткина не просто создает куклы из войлока, а куклы на тему якутских сказок и эпоса Лунхо. Это не только познавательно, но и безумно красиво. Давайте посмотрим. Татьяну Лыткину можно по праву назвать разносторонним человеком. У нее три образования. Техник-землеустроитель, культуролог, педагог. Сейчас она работает педагогом доп. образования в детском саду, а в свободное время создает удивительно реалистичных и милых кукол с национальным колоритом. Я начала заниматься изготовлением кукол с 2000 года, когда стала писать дипломную работу на тему Лунхо. И второй части диплома я решила сделать кукол Лунхо. И начала с этого, что изготовила много кукол. Ей очень понравилось, ей превратилось это дело в хобби. С 2014 года героиня сюжета начала делать куклы в технике сухого валяния. Это когда кусочку шерсти руками придают нужную форму, а затем специальной иглой протыкают много раз, чтобы свалять. На сегодняшний день Татьяна создала уже более ста различных композиций при помощи этой техники. Одной из самых главных и трогательных ее работ является композиция «Хранительница очага». В центре сидит женщина и изготавливает конское убранство. Рядом внучка, наблюдает за процессом, а на фоне лошадь – кормилица якутского народа. Образ хранительницы очага был взят спокойной родной тети-мастерицы. Эту и другие свои работы Татьяна Лыткина в начале ноября представила на выставке арт войлока «Новая жизнь традиций в северной столице страны». Участвовало свыше 400 человек из разных регионов, из стран Германии, Грузии. На выставке мы поехали пятером и участвовали мастерицы из Верхневилюйского луса. Они занимаются мокрым валянием, изготовили очень много моделей и изготовили очень большой ковер на тему олан-хо. Творческая делегация мастеров из Якутии получила восторженные отзывы от участников выставки. О героине сюжета еще больше вдохновилась на создание новых композиций. К тому же у Татьяны Лыткиной подрастает смена в лице дочери, которая всячески поддерживает хобби матери и помогает ей. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский УЗ. Далее блок новостей. Законодательное закрепление прав детей, которые еще не успели родиться, по мнению депутатов и экспертов, поможет защитить традиционные христианские ценности, поддержать институты материнства и детства, расширить возможности и решить проблемы медицины плода. В ноябре прошлого года президент подписал указ об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. В Госдуме создана межфракционная депутатская группа по защите христианских ценностей, разрабатывающая законодательные предложения во исполнении указа. С начала года более 205 тысяч якутян воспользовались услугами в личном кабинете «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг. Более 198 тысяч человек записались к врачу через личный кабинет. В рамках реализации регионального проекта создания единого цифрового контура здравоохранения, национального проекта здравоохранения, инициированного президентом страны Владимиром Путиным, в Якутии создаются условия для использования гражданами электронных услуг и сервисов. Глава Якутии Айсен Николаев определил вектором развития здравоохранения в республике развитие цифровых технологий и персонализацию медицины. Утверждены примерные даты проведения ЕГЭ. Так, единый госэкзамен в 2024 году пройдет с 22 марта по 1 июля. Проведение экзамена разделено на три периода. Досрочный с 22 марта по 12 апреля вместе с резервными днями, которые завершаются 19 апреля. Основной вместе с резервными днями с 23 мая по 1 июля, дополнительный с 4 по 9 сентября. ЕГЭ по всем учебным предметам начинается в 10.00 по местному времени. Стандарт подготовки по компьютерному спорту может измениться с 2024 года. Это произойдет, если будет подписан приказ Минспорта, который накануне представили для общественного обсуждения. Принятые в прошлом году стандарт подготовки киберспортсменов могут внести ряд изменений. Обязательные упражнения, приседания без остановки хотят заменить на выполнение клик-теста левой кнопкой мыши. Еще одно нововведение – тест на оценку зрительно-моторной реакции на световые сигналы. По мнению заведующей кафедры киберспорта Университета Синергии Елены Скоржинской, необходимо провести научные исследования и независимую экспертизу клик-тестов, чтобы оценить их необходимость и эффективность. В столице проходит зимний республиканский фестиваль игры ГТО. Со всех уголков республики собрались сильнейшие спортсмены. Соревнования проводят в течение двух дней. В первый день участники, которые прошли отборочный этап, посоревнуются в финале. По положению соревнования включают нормативы ГТО – это отжимания, подтягивания, челночный бег, упражнения на пресс. В зимнем фестивале всего принимают участие 43 спортсмена. Как говорят организаторы, каждый может испытать себя на прочность, проверить свои физические возможности, бросить вызов именитым спортсменам. Я также сдала золотой значок ГТО в прошлом году, а в этом году сдала, получается. Тоже, опять же, с подачи моих тренеров. Они меня к этому смотивировали. И сегодня, вот это мое первое участие в играх ГТО и, в принципе, во внеглубных соревнованиях. Организовано очень хорошо, мне все понравилось. Фильм Любови Борисовой «Не хороните меня без Ивана» получил гран-при 15-го международного кинофестиваля «Северный характер». Сюжет кинолента основан на истории, которая произошла в 1910 году в Восточной Сибири. Якутский панк Бересеков периодически впадает в литургический сон. Только русский сын священника Иван Попов может отличить его состояние от настоящей смерти. Якутская кинолента вошла в перечень лучших фильмов этого года по версии издания «Лента.ру». Всего в подворку картин включены 23 российских и зарубежных фильмы. Представляющая Никарагуа 23-летняя Шейнис Алондра Паласио Скорнехо стала победительницей 72-го международного конкурса «Мисс Вселенная». Вице-мисс стала представительница Таиланда 27-летняя Антония Порсель. Россию представила обладательница титула «Мисс Россия-2023» 22-летняя Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга. Российская участница продемонстрировала созданный по мотивам русских сказок национальный костюм «Царевна-лебедь» петербургского дизайнера Ольги Маляровой. При создании использовалось кружево и полудрагоценные камни. Ей не удалось войти в топ-10 участниц смотра. Как заявили организаторы, конкурс «Мисс Вселенная» в 2024 году пройдет в Мексике. Это были все новости к этому часу. Хорошего дня! ВАРДИ – это Всероссийская организация родителей детей с инвалидностью. Она создана в 2019 году и дополнила перечень всероссийских организаций на территории республики, таких как ВАИ, ВОК, ВОЗ. Известно, что в этих организациях членами могут являться люди старше 18 лет. То есть наша целевая категория не могла входить ни в какую Всероссийскую организацию. Сейчас в нашу организацию входят родители, которые могут представлять интересы своих детей. Целевая категория – дети с инвалидностью, люди старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, которые нуждаются в том, чтобы представляли их интересы, а также семьи, которые имеют детей с инвалидностью. Такая замечательная у вас организация, которая объединяет людей, которые друг друга могут поддержать. А какие мероприятия, события, какой деятельностью занимаются организации на территории республики? Мы практически не проводим никаких мероприятий. У нас в республике, я думаю, достаточное количество организаций, которые занимаются этими мероприятийными деятельностями. У нас есть такой очень хороший благотворительный фонд ХРСХАЛ, который как раз проводит очень много мероприятий. Ну и другие организации по нозологиям в основном, у нас очень много НКО. Мы занимаемся представлением прав и интересов людей с инвалидностью. Консультационное правовое сопровождение ведем. Говорим о правах, потому что есть такая проблема, что юридическая безграмотность. Да, не то, что юридическая безграмотность. Люди даже не знают, на что они имеют право. Они не знают, с какой стороны подойти. Какие-то даже лекарственные препараты, что многие, кто впервые проходит инвалидность с детьми, они даже не знают, что им положены какие-то препараты бесплатно, санторно-курортное лечение. И когда родители не могут получить по какой-то причине, мы их консультируем. На что они имеют право, что им положено, куда нужно обратиться. То есть такая методическая лекбез, возможность даже, наверное, демонстрации каких-то документов, которые необходимо заполнить и пошагово обращаться. Да, помощь в оформлении. Скажите, пожалуйста, вот вы замечательный справочник принесли. Расскажите о нем. То есть наверняка он многих заинтересует, у кого есть необходимость ознакомиться с такой информацией. Это справочник настольный член ВАРДИ. Его выпускает федеральная ВАРДИ. Здесь собрано большое количество законов, которые затрагивают именно сферу детей с инвалидностью. Здесь можно посмотреть полностью и законодательство об образовании, на что имеют право дети. У нас очень, например, в республике очень остро стоит проблема с образованием детей с инвалидностью, начиная от самого маленького возраста и заканчивая получением профессионального образования. Но скажи, пожалуйста, с чем связана такая проблема? Я думаю, что с тем, что наша структура образования еще не до конца готова принимать. То есть нет конкретных нормативно-правовых актов, которые регламентируют образование. Сейчас говорят инклюзивность образования. Вот насколько эти детки могут пойти в общеобразовательную школу? Насколько это реалистично сейчас? Если смотреть со стороны законодательства, любой ребенок, в том числе и ребенок с инвалидностью, это полноправный гражданин Российской Федерации. И у него есть такие же права, как и абсолютно здорового ребенка. Они имеют право пойти в самую ближайшую школу по законодательству. Дело в том, что просто в школах не созданы условия, обеспечивающие образование детей с инвалидностью. То есть не все школы могут принять всех детей не потому, что они не хотят, а просто нет условий. То есть получается, вроде бы школа-то и не против, но количество детей, организационные какие-то моменты, и в том числе само оборудование школы иногда не позволяет. Да, да. Будем надеяться, что это и справится, вроде и школы строятся. Скажите, пожалуйста, а как вам обратиться? То есть наверняка вот некоторые наши телезрители увидели, хотели бы, может быть, поддержать-то как-то. Может быть, хотели сами обратиться и стать вашим членам. Что для этого нужно сделать? Нас можно найти на сайте Варди. Это федеральный сайт. В нем есть регионы. В Варди входит 75 регионов, в том числе и Республика Саха-Якутия. Можно зайти на сайт, найти Республику Саха-Якутия и написать нам на почту. Можно связаться с нами через благотворительный фонд ХРСХАЛ. Вот два способа, которыми можно сказать. Ну, спасибо большое. Надеюсь, что наши телезрители узнали для себя много нового и обязательно заинтересуются, да, потому что это огромная проблема нашего будущего. Спасибо, что пришли. До новых встреч. И, конечно, удачи во всех начинаниях такого прекрасного благородного дела. Спасибо. 17 ноября прошло сразу несколько событий. Открытие выставки в музее Ярославского, презентация сборника документов и торжественный итоговый концерт. Все они посвящены памяти первого героя труда Республики Саха-Якутия, преподавателя и краеведа, что первым заявил о наличии алмазных месторождений в бассейне реки Вилюй. Пётр Александрович Старовато всю свою жизнь работал учителем. Он прибыл в Вилюйск в 1893 году и до 1935 года работал в школах нашего города. 43 года преподавательской деятельности. А в 1935 году он перешел на музейную работу. Был назначен заведующим созданным им Вилюйским краеведческим музеем. И до конца жизни работал директором. «Человек, опередивший время» – именно такое название носит открывшаяся выставка, представившая более 250 экспонатов из фондов музеев, а также Вилюйской межпоселенческой библиотеки и Эльгайской школы имени Петра Староватого. Среди них личные вещи, рукописи, а также обзорные карты работы экспедиций, в которых участвовал сам Пётр Хрисанфович. Подбирали экспонаты, в основном рассказывающие о жизни и деятельности Петра Хрисанфовича Староватого. Также из нашего музея были выставлены экспонаты, которые собраны Петром Хрисанфовичем. И Национальный архив Республики Саха-Якутия подготовил виртуальную выставку. В Национальной библиотеке города Якутска презентовали книгу о жизни и деятельности Петра Староватого. Ответственным составителем сборника выступила Наталья Степанова, заместитель директора Национального архива. На его создание ушел год совместно с администрацией Вилюйского района работы, в ходе которой были выявлены ранее неизвестные данные о жизни героя труда. «Правду о жизни и деятельности Петра Староватого рассказывают архивные документы, которые вошли в этот сборник. Всего вошло в этот сборник 90 архивных документов. Из них 85 впервые вводится научный оборот. Значит, раньше читатели не могли знать об этих документах. Мы поднимали эти документы из 40 фондов, из 20 фондов, и поэтому получилось очень солидное издание». В Якутске также прошли ежегодные староватовские краеведческие чтения, организаторами которого являются Вилюйский краеведческий музей и Малая академия наук Республики Саха-Якутия. Школьники и студенты выступили с докладами по трём секциям – географическое, экологическое и историческое краеведение. Мероприятия по увековечиванию памяти героя труда продолжатся и дальше. «В течение этого года и в Вилюйске, и в Сунтарском улусе районе прошло множество различных мероприятий. На днях в Вилюйчане установили памятник и открыли сквер. Его именем назван населённый пункт, есть улицы и так далее. Но дальнейшая работа по увековечению Петра Хрисанфовича, она, конечно же, будет продолжена». Серия мероприятий завершилась торжественным концертом, номера для которого готовили Сунтарский и Вилюйский улусы. Был также представлен доклад о трудовой деятельности Петра Хрисанфовича. Марина Захарова, Георгий Григорьев, Семён Семёнов, Якутск. Мы продолжаем эфир и сейчас о том, что в этом году ещё одной замечательной общественной организацией исполнилось 50 лет. Организация ЮИТ стала одна из самых массовых и популярных детско-юношеских объединений не только в России, но и в других странах. Главная задача отряда – активное участие в пропаганде правил дорожного движения среди детей и подростков, обучение навыкам безопасного поведения на дороге. О том, как отмечают юбилей якутяне-юдовцы, узнаем из материала нашего корреспондента Ларины Сукуевой. Для якутских юидовцев юбилейный год начался со слёта «Юные инспекторы движения» и конкурса велосипедистов «Безопасное колесо». Затем были соревнования «Гидбригад», где Якутия вошла в число 45 регионов страны, а сегодня якутяне реализуют всероссийский проект «Наставники ЮИД». Мы обучаем руководителей, руководители обучают детей, и тогда дети сами, уже юидовцы, становятся руководителями проектов и помогают детям становиться лучшими юидовцами. Также юидовцы помогают стать лучшими юпидовцами. То есть такая взаимосвязь сейчас организована во всех школах города Якутска. В рамках юбилея движения ЮИД также прошёл республиканский конкурс «Зелёный огонёк» среди дошкольных образовательных учреждений, где свои знания показали совсем маленькие юные инспекторы, точнее, юные помощники инспекторов дорожного движения. В проведении мероприятия нам помогали наши помощники, юные инспекторы движения школы номер 3 города Якутска. Эти ребята являются наставниками наших маленьких юпидовцев, которые в дальнейшем пополнят ряды юных инспекторов движения республики. Ученик 7 класса школы номер 3 города Якутска Кирилл Повод состоит в отряде ЮИД уже больше трёх лет и сегодня считается авторитетным членом жюри республиканского конкурса. Мне понравился садик «Белоснежка». Очень хорошая форма, единая, очень хорошо говорили, плечёвка хорошая. Ещё мы обращаем внимание на то, как человек говорит. Конкурс «Зелёный огонёк» на республиканском уровне в этом году прошёл впервые. До этого носил муниципальный статус. Так, нынче в нём приняло участие 6 столичных детских садов и 20 районных дошкольных учреждений. Городские сады участвовали в конкурсе очно, а для районных устроили онлайн-состязания. Применялись различные формы – и песни, и танцы, и сценические постановки. И организаторы мероприятия с радостью отметили, что качество выступления в этом году значительно выше. Кто такие юбидовцы? Юбиды. Что это? Это помощники из пенторов дорожного движения. Как Вы изучаете правила дорожного движения? Мы играем, занимаемся. Какое правило дорожного движения тебе нравится? Не играть на дороге. На дороге нельзя играть, потому что там ездят машины. Много нового для себя узнала и ученица 5 класса 3 школы Настя Крупко, которая вошла в состав юбид совсем недавно, всего полгода назад. Признаётся, что была покорена красивой формой юбидовцев, с постоянной интересной занятостью ребят. Здесь она обрела новых друзей, научилась выражать свои мысли и, конечно, выучила правила дорожного движения. Это очень интересно и очень много узнаю о городах и в основном о знаках. Пешеходный переход, автобусная остановка. Планов до конца юбилейного года у юбидовцев громадьё. А пока ребята ждут отличившихся юных инспекторов движения с 18-го межгосударственного слёта, который проходит в Анапе. Ждут их с новостями, новыми знаниями и умениями. Всем ещё раз доброго утра, хорошего настроения. Начинайте утро вместе с нами и рабочая неделя обязательно будет удачной. До новых встреч!